МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это информационная программа День за днём. В студии Артём Солодов. Мы расскажем о самом важном в жизни Тобольской региона на этот час. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей в документе, закреплённых статус. Согласно указу, многодетной является семья, имеющая трёх и более детей. Её статус устанавливается бессрочным. Многодетным семьям гарантируется предоставление пособий и выплат в связи с рождением, воспитанием детей, мер поддержки в сфере трудовых отношений. Также досрочное назначение женщинам пенсии, профессиональное обучение родителей и получение дополнительного профессионального образования. А ещё право на бесплатное посещение музеев, парков, культуры и отдыха, выставок. Правительство России установит единый образец удостоверения для многодетных семей. Меры социальной поддержки им будут предоставляться до достижения старшим ребёнком возраста 18 лет или 23 при условии его очного обучения. Сделаем город уютнее вместе. Тобольск вновь готовится принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Для этого необходимо выбрать из пяти предложенных городских пространств одну территорию для представления её на всероссийском рейтинговом голосовании. О том, как сделать выбор, расскажем в нашем сюжете. Уже ставшее традиционным голосование стартует в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Сейчас администрация совместно с Тоболиками должны провести отбор территорий, которые в марте выйдут на голосование. В рамках данной программы Тюменская область, в том числе и город Тобольск, участвует в этой федеральной программе. И, соответственно, для того, чтобы выбрать ту или иную территорию, проводится вот это рейтинговое голосование за выбор территории. Мы начали вообще эту процедуру ещё в 2019 году. Ежегодно мы выставляем на рейтинговое голосование данной территории. В этом году, чтобы ускорить процесс голосования, решили провести раньше обычного. Продлится оно до 29 января. Затем начнётся работа над созданием эскизного проекта благоустройства выбранного участка. Следующий этап – это голосование за эскизный проект. Задача голосования, задача реализации программы – это вовлечение жителей города, области, для того, чтобы не только мы участвовали в создании данных территорий, но и сами жители высказывали своё мнение за наполнение данной территории. Голосовать за эскизный проект жители будут с 15 марта по 15 апреля. Среди предлагаемых территорий – сквер с рабочим названием «Спортивный» в 10 микрорайоне, сквер по улице Знаменского, Берёзовая роща в районе улицы Семёна Ремезова, сквер Беспалова в 4 микрорайоне и бульвар на проспекте Менделеева. В прошлом году сквер «Спортивный» занимал вторую строчку в голосовании после сквера выпускников. 10 микрорайона повезло. В центре остался замечательный участок леса, не застроенный многоэтажками. Вот моя мечта, так же, как и мечта жителей – обустроить его и превратить этот лес в отличный, удобный сквер. В 2019 году недалеко от предполагаемого сквера появилась воркаут-площадка. Чтобы территория стала привлекательнее, жители 10 микрорайона совместно с работниками автотранспортного предприятия начали очистку леса от мусора и сухостоя. Мы огромное усилие сделали для расчистки его. Мы около, больше сотни машин отсюда вывезли мусора, потом закапывали котлованы. В настоящее время предподготовительная работа по обустройству сквера уже сделана. Сделать свой выбор в пользу понравившейся территории можно на официальной странице администрации города Тобольска. Территория с наибольшим количеством голосов сможет претендовать на финансирование. Наталья Китова, Ярослав Прохоров, Михаил Куричко. Тобольское время. Тобольск вошел в топ-10 территорий России по посещениям в новогодние праздники. Для составления рейтинга было изучено более 100 тысяч публикаций. По версии пользователей соцсетей, больше всего туристов устремилось в Москву. Вторым по популярности стал Санкт-Петербург, затем города Золотого кольца. Популярностью у россиян также пользовался Дагестан, города и регионы Дальнего Востока, Алтай, Кольский полуостров и, конечно, Тюменская область. Пользователи предпочитали не только культурную программу и прогулку по достопримечательностям, но и активный отдых, например, горнолыжный спорт. У старшеклассников идет активная подготовка к единому государственному экзамену. До 1 февраля ученикам нужно выбрать предметы, которые предстоит сдавать. Подробности расскажут наши корреспонденты. Верно проверяем? Да. Все уверенно, да? Подготовка к ЕГЭ у школьников идет полным ходом. До экзаменов осталось несколько месяцев. Ученики физико-математического класса в 9-й школе Тобольска активно решают задачи по профильным предметам. Я сдаю профильную математику и физику, так как собираюсь поступать на специальность промышленного гражданского строительства, а это основной предмет. Несколько призовых мест на Олимпиадах по физике, плюс написала научную работу на тему модели многофункционального устройства для работ по замене несущей конструкции. И вот совсем скоро, буквально весной, поеду на международную конференцию в Москву. 11-ти классникам до 1 февраля нужно определиться с предметами, которые они хотят сдавать на выбор. Для получения аттестата два обязательных – русский язык и математика. А для поступления в ВУЗ дополнительно и те предметы, которые необходимы для конкретного учебного заведения. Хочу связать свою жизнь с медициной, поступить либо на стоматологический факультет, либо на лечебное дело, а далее уже смотреть, что я больше всего хочу. Я выбрала химию и биологию для поступления, поскольку я также хочу поступить в медицинский университет на лечебное дело и в дальнейшем уже выбрать свою специальность. Химия будет одним из первых предметов для сдачи ЕГЭ в основной период. Экзамен состоится 23 мая. Он включает в себя 28 заданий с кратким ответом и 6 с развернутым. У нас неделю идет 10 часов химии, на которых, безусловно, и на уроках, и на консультациях мы разбираем как первую, так и вторую часть вариантов по химии. Всего 100 балльников у меня 6, но в прошлом году у нас самый высокий балл был Ольге Михайловне Максим Сосновкин, 97 баллов. Потом Настя у нас набрала 92 балла. В прошлом году по разным предметам 5 табульских выпускников набрали 100 баллов за ЕГЭ. Достойные высокие результаты были и у других школьников, которым немного не хватило до заветной цифры. А в этом году сдавать единый государственный экзамен в Тобольске будут более 670 учеников. Шамиль Гулиев, Михаил Куричко, Тобольское время. Компания Сибур разработала 13 бизнес-идей, для реализации которых ищет инвесторов в основе всех предложений производства и переработка полимеров. Тюменская область – один из регионов, который может успешно развивать это направление. В Тобольске работает крупнейший нефтегазохимический комплекс в России «Запсипнефтехим». Он обеспечивает выпуск 60% всего российского полипропилена и 50% полиэтилена. За последние 15 лет компания вложила в развитие Тобольской площадки более 1 триллиона рублей. Уже реализовано несколько крупных инвестпроектов. В 2023 году началось строительство еще одного производства, так что потенциал промышленной площадки в Тобольске далеко не исчерпан, ранее отметил губернатор Тюменской области Александр Мор. «Сибур» предлагает создание таких производств, как производство пластиковых ведер, труб для водоснабжения и отопления, медицинских шприцев, ловушек для лобстеров и крабов. В Тюменской области началась череда зимних фестивалей всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». В Тобольске нормативы сдавали в рамках спартакиада трудовых коллективов почти 200 человек. Как получить заветный значок, узнали наши корреспонденты. В субботнее утро начали с пользой. 176 человек собрались в спортивном комплексе школы номер 16, чтобы сдать нормативы ГТО. Я выступаю в личном зачете. По результатам пока иду на золото. Остался последний вид. Надеюсь, сейчас выступлю успешно. Я люблю спорт, люблю активный образ жизни. И фестиваль – это яркое событие, на котором я обязательно должна быть. У меня маленький ребеночек. Я вышла из декрета, и вот теперь покоряю новые вершины. Бодро, энергично и с удовольствием. Принять участие в сдаче нормативов может каждый желающий. Достаточно зарегистрироваться на официальном сайте gto.ru и следовать инструкции. Если ты сдаешь ГТО, ты можешь себя считать, наверное, всесторонне развитой личностью, потому что тут и бег, и сила, и выносливость, и гибкость. То есть, просто человек, стремясь хотя бы к бронзовому знаку ГТО, уже будет физически готов жить в нашем таком быстром мире, наверное. Бег, отжимания, приседания, рывок гири, наклоны на гибкость, пресс. Недавно появилось и приседание с гирей для женщин. Шесть разных упражнений для получения золотого значка и пять для серебра и бронзы. Мы очень рады тому, что население у нас в спорте, да, то есть, что задействовано большое количество людей, потому что возрастная здесь градация идет от 20 до 59 и старше. Любой человек, который, не знаю, делает зарядку по утрам, может прийти и попробовать сдать на знак. И у него это получится сделать, потому что нормативы такие, которые подходят для людей, которые не занимаются конкретно спортом. Участники, показавшие лучшие результаты испытаний на муниципальных этапах, смогут принять участие в региональном этапе зимнего фестиваля, который пройдет в середине февраля. А лучшие из лучших поборются за путевку на всероссийские игры ГТО в составе сборной команды Тюменской области. Анастасия Терехова, Алина Суворова, Михаил Куричко. Тобольское время. В Тобольске стартовала акция «Тепло родного дома». Она направлена на поддержку морального духа военнослужащих срочной службы. Каждый желающий может принести полезные вещи тем, кто служит в армии. Это может быть теплая одежда, сладкие подарки, средства личной гигиены. Сбор благотворительной помощи ведется до 15 февраля в Центре добровольческого движения по адресу 9 микрорайон, дом 3Б, офис 136. Посылки наши земляки получат ко Дню защитника Отечества. Также в Тобольске продолжается городская акция по сбору гуманитарной помощи мобилизованным табаликам и оказанию адресной помощи их семьям. Подари тепло солдату. Каждую субботу и воскресенье с 11 до 19 часов в Торгово-развлекательном центре «Жемчужина Сибири» волонтеры принимают необходимые вещи для участников СВО. Неравнодушные жители города могут их принести и самостоятельно в Центр добровольческого движения «Тобольска». Дело в шляпе. Выставка с таким названием открыта в Тобольском дворце наместника. Выразительные предметы женского и мужского гардероба сохранили для потомков интересные истории о модных веяниях, образе жизни и характере своих владельцев. Впечатлениями поделится Ольга Куричко. Попадая на эту выставку, посетители забывают, что находятся они не в магазине, а в музее. Азарт берет вверх. Хочется примерить буквально все. Раньше женщины буквально не могли выйти из дома без шляпки. Это считалось дурным тоном – показаться на людях без головного убора. Они буквально не могли без них жить и тратили довольно много денег на их покупки. Женские головные уборы появились во второй половине 18 века. До этого дамы носили чипцы, а перед выходом в свет делали упор на украшение волос. Когда пришла мода на шляпки, таболячки с радостью ее подхватили. Это подтверждают фото и вся эта коллекция Тобольского музея-заповедника. Здесь в данной витрине представлены личные вещи и головные уборы нашей табольской учительницы Аксенофонтовой. Шляпки были богато украшены искусственными цветами, стеклярусом, лентами. Магистки, создавая шляпки, украшали их перьями лебедей, страусов, чем вызвали волну протестов. Неравнодушные люди выступали в защиту птиц. Со временем новые материалы позволили без жертв добиваться изысканности. Шляпка – символ изящества и женственности. Даже примеряя ее на мгновение, хочется выпрямить спину, держать осанку. Мужские головные уборы появились в 17 веке. Претерпели эволюцию они от треуголки до цилиндра. Был период, когда Петр I запретил продавать за границу заячий бобровый пух, который шел на изготовлении фетра для шляп. Если говорить о мужских головных уборах, то по ним можно было сразу же понять статус человека и даже его ранг. Также известен огромный пик женских шляпок уже в период НЭПа. Но в первую очередь это были небольшие шляпы, шляпки Би-Би, шляпки Токи, позже появляются шляпки-таблетки. Здесь выставлены головные уборы, изготовленные в России, Чехословакии, Великобритании. Эта выставка делала в шляпе – это приглашение к разговору о красоте. О том, как в разные времена, в разные периоды жизни менялось представление людей о красоте. О моде. Выставка разбудила у современец тоску по шляпкам. Они верят, что охлаждение к ним модельеров – явление временное. И вскоре они вновь вернут их в дамский гардероб. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. В период простуд особенно важно уделять внимание здоровью и поддерживать иммунитет. Сделать это эффективно и при этом сэкономить помогут в аптеках Здравсити. Подробнее смотрите в следующем сюжете. Лекарства и витамины для здоровья в одном месте и по низкой цене можно приобрести в аптеках Здравсити. Здравсити – это крупная федеральная сеть аптек. Удобное расположение, широкий ассортимент, доступные цены и гарантия качества сделали их популярными во многих городах. В Тобольске открыты уже четыре такие аптеки. В аптеках Здравсити представлен широкий ассортимент лекарственных средств, товаров для мам и малышей, медицинской техники, лечебной косметики и многое другое. У нас работают только квалифицированные фармацевты и провизоры, которые помогут каждому клиенту сделать правильный выбор. В Тобольске покупатели отметили шаговую доступность этих аптек от дома, остановок и медицинских учреждений, а также широкий выбор необходимых товаров. Я в эту аптеку хожу почти с самого открытия, и она мне нравится. Где-то я покупала лекарства раньше в других аптеках, но сопоставила, и цены там дороже. А здесь меня все устраивает. Вот здесь бывают скидки хорошие. Я очень рада, что аптека открылась, удобное место расположения. Здесь огромный выбор витаминов и для взрослых, и для детей, и много товаров для детей есть. В Тобольских аптеках Здравсити 26 и 27 января покупателей ждут скидки до 20% на весь ассортимент. В наших аптеках действуют различные акции и скидки. Собственная бонусная система Здравсити. Часть покупки можно оплатить накопленными бонусами. По акции можно приобрести товары по сниженной цене или получить подарок за покупку. Приглашаем всех за покупками 26 и 27 января в дни скидок. В Тобольской аптеке Здравсити открыты в 15 микрорайоне дом 31 и дом 12А. В 4 микрорайоне дом 21. И в 7 микрорайоне дом 9Б. Здравсити аптека на пути к здоровью. Елена Макова, Михаил Куричко. Тобольское время. Далее прогноз погоды. Смотрите нас в телевизионном эфире и в социальных сетях. И подписывайтесь на наш телеграм-канал QR-код для перехода сейчас на вашем экране. Будьте всегда в курсе всех событий. До встречи. 24 января в Тюмени минус 7, в Сургуте, Нижневартовске минус 10, в Казани минус 8, в Санкт-Петербурге плюс 2 градуса, в Москве плюс 1. В Тобольске ясно. Утро минус 16, днем минус 10-11, ночью минус 13. Ветер южный до 3 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова